Несколько дней подряд жители города радуют ясные солнечные деньки. Хорошая погода стала отличным подспорьем для тех, кто привык к активному образу жизни. Днепропетровские экстремалы решили устроить показательные выступления для горожан. На Монастырском острове спортсмены растянули 35-метровую стропу и ходят по ней, удерживая равновесие. Хайлайн. Такое название носит этот зрелищный вид спорта. Балансируя на стропе шириной чуть более двух сантиметров, спортсмен умудряется не только проходить трудную дистанцию, но и выполнять сложнейшие трюки. В зависимости от условий, высота крепления снаряжения хайлайнера может быть разной. Здесь она достигла 10 метров. Стас занимается хайлайном 4 года. С уверенностью говорит, что научиться такому хождению под силу каждому было бы желание. Для Украины это довольно-таки новый вид спорта. Он появился в Украине, наверное, в году 2007. И постепенно с этого времени проводятся разные фестивали. В основном это Запорожье, Денький Петровский с недавнего времени тоже начали проводиться. И мы стараемся как можно все-таки больше популяризовать этот спорт массово, и чтобы люди о нем узнавали и не думали, что это какое-то канатаходство цирковое, что это все-таки действительно спорт, которым может заниматься каждый. Если уделить данному делу какое-то количество времени, у всех будет это значительно получаться. Просто если кто-то приходит с одними физическими навыками, там какой-то более подкачанной ноги, у этого, конечно, получится раньше. А в остальном, я бы не сказал, что это очень сильно тяжело, потому что за 5 тренировок можно пройти строку длиной 15 метров без проблем. А какие навыки получают? Ну, возможно, сконцентрированность. Тоже тонуси позволяют держать все тело. Тут работают мышцы ног, мышцы пресса, мышцы спины, мышцы рук. Это очень универсальный спорт в этом плане. После некоторого количества срывов ты постепенно к этому привыкаешь, доверяешь страховке, привыкаешь к высоте, и у тебя все получается. Для тех, кто пока не рискует ходить на такой высоте, есть менее экстремальная разновидность такого занятия. Например, слейклайн. Стропа здесь натянута гораздо ниже, около метра над землей. Сложность прохождения такой дистанции в слабом натяжении ленты. Спортсмены говорят, что научившись уверенно проходить такой путь, можно смело пробовать себя в хайлайне. Выступление ребят-хайлайнеров, естественно, не осталось без внимания горожан. Равнодушных не было. Кто-то наблюдал за действиями спортсменов с опаской, а кто-то с восхищением.